Ни при каком целом х, х квадрат минус 13 умноженное на х квадрат минус 17 умноженное на х квадрат минус 221 не равно 0. Однако, мы сейчас докажем, что сравнение имеет решение для любого модуля М. То есть, невозможно отсутствие решения вот этого уравнения увидеть, если мы смотрим только по моду. Доказательство такое. Ну, смотрите, число М можно разложить на простые множители, на степени простых чисел. И это означает, что на самом деле мы можем решать задачу для степени простого числа, а потом сослаться на китайскую теорему об остатках. Предположим, что П – простое число, которое не равно ни 2, ни 13, ни 17. Тогда мы прекрасно понимаем, что символ 13 по П, умноженный на символ 17 по П, равен символу 221. Потому что число 221 – это как раз и есть 13 умноженное на символ 17. Значит, если это минус 1, то это минус 1, то это 1. В таком случае мы подбираем число, которое удовлетворяет сравнению х квадрат минус, то ли 13, то ли 17, то ли 221, сравнимо с нулем по модулю П. А дальше, что называется, извлекаем квадратный корень. Это мы уже делали. Есть способ, зная сравнение по модулю П, чуть-чуть подправить х и получить сравнение по модулю П квадрат, потом по модулю П куб и так далее, и так далее, и так далее. Значит, для всех простых чисел, кроме вот этих вот трех, мы разобрались. Давайте возьмем число 13. Все легко. Символ 17 по 13 – это то же самое, что символ 4 по 13, а 4 – 2 в квадрате, то есть единица. Замечательно, значит, у нас есть число. Итак, если возьмем в качестве х-другой, то 4 минус 17 делится на 13, и опять извлекаем квадратный корень по модулю 13, 13 в квадрате и так далее. Постепенно улучшаем, улучшаем, улучшаем и получаем по любой степени числа в 13. Так, хорошо, теперь 17. Конечно, для этого нужно посмотреть значение символа 13 по 17. Во-первых, есть квадратичный закон за индицем, который из-за того, что 17 сравнимо с единицей по модулю 4, объясняет, что эти символы равны. Но, в принципе, и без всякого квадратичного закона понятно, смотрите, ведь что такое символ 13 по 17? Это минус 4 по 17. 4 – это квадрат, поэтому это то же самое, что минус 1 по 17. Но 17 – число, дающее остаток 1, ну или если угодно, минус 1 – это то же самое, что 16. А 16 по 17 – это единица. Все. Для 17 мы тоже все сделали. Теперь давайте для степени двойки. Тоже не проблема. Если мы возьмем в качестве х единицу, то 1 в квадрате минус 17 делится, ну даже на 16, хотя нам достаточно было бы на 8. И опять, как мы вот извлекали квадратный корень, получается, что из числа 17 по степени, любой степени двойки, квадратный корень извлекается. Все. Сравнение имеет всегда для любого натурального человека решение, а уравнение решение не имеет. Спасибо. Спасибо.